Попробую не забрать у вас много времени, опять же, это без подготовки, прямой эфир, так что поймите правильно, если будет что-то сообщено так, без подготовки. В общем, сегодня была сессия городского совета. Чем она закончилась? И вообще, что было в процессе? Вчера активист из экологической ветки, за экологически чистый Мариуполь, Макар Антипов, сообщил о проблеме, связанной с пролонгацией выброса в нашем городе от Министерства экологии Романа Абрамовича, Абрамовского. Это, кстати, новая власть, Зеленского команда, делайте выводы, как там обещали всем, и все получилось в точности наоборот. Такое впечатление, будто Ренат Леонидович Ахметов просто, знаете, выкупил всех ячейками. Ладно, у нас по выборам победила партия ЗЕ, неизвестно откуда взявшихся людей, бывших мединвестащан, так сказать, и привлечения молодежи. Но вернемся к теме экологии. Значит, было предложено собраться у дверей городского совета и сообщить о проекте такого закона, который не хотят сделать Министерство экологии, что все мероприятия, рассчитанные на улучшение экологической обстановки в нашем городе, конкретно в нашем, переносятся еще на 4 года. То есть в связи с кодексом Украины, там, по-моему, номер 123, что-то написали, связанный с COVID-19. Я вообще не пойму, почему здесь, при чем тут COVID, вот думайте, COVID-19 и экология. Такое впечатление, будто они вакцину выпускают и лечат нас этим, понимаете. Но не все же об этом знают. Вот я еще раз повторюсь, сообщу о том, что 4 года нас еще будут травить ненормативно, понимаете. Говорят, ну извините, у нас вот продлено, все по закону, по закону травить. Вот и все. И об этом надо сообщить, пока закон в силу не вступил. Идут общественные обсуждения о том, что нужен он, не нужен, может быть, стоит табу на это запустить. Но лично я после сегодняшнего, ну вот, не уверен, что, опять же, наша исполнительная власть, городского совета и депутаты хотят поднимать этот вопрос. Абсолютно не хотят. Вот я в этом убедился. Вопрос этот на сессии не обсуждался. Хотя собираются раз в месяц, ну сейчас, может, чаще. И вот сообща, они могут поднять и написать какую-то нотку протеста в министерство и сказать, нет, извините. У нас в январе 2021 года планируется полный отчет по модернизации, сколько было поставлено оборудования очистного, на сколько процентов уменьшились выбросы в наши легкие, вбросы точнее. И вот все это в январе должно документально было представлено, опять же, нашими частниками, которые работают на Рената Леонидовича, да, вот его командой, объяснить. И в том же январе в УЖ предложить новое мероприятие на улучшение экологической обстановки в нашем городе. Но, к сожалению, этого не произошло. Вот я не удивлюсь, если еще полмесяца пройдет, и вот этот вот указ, он наберет свои обороты уже согласно закону. И еще раз повторюсь, 4 года шлак будет высыпаться в море. Вот эти 5 труб на аглофабрике, которые, ну то дымят, то не дымят, у них же до января как бы разрешено дымить. Хотя, честные, со слов Тараса Григорьевича Шевченко, уже поставили. Поставили очистные, но они включаются, как вот по щучьему велению. Хочу, включил, они не дымят. Захотел, ну извините, у нас наладочные работы. И мы недельку, ночами особенно, как хорошо выбрасывают эти 5 труб и травят вот все, мало я не солью. Да воно ахе практически. Ну, опять же, представьте себе, вот все это закон. Как это прекратить? Только общественным слушанием. Диалог должен быть, диалог между исполнительной властью, между общественностью и между частными предприятиями, в кавычках, это Метинвест. Конкретный диалог, не просто рассказки монотонным тоном, как это делают их менеджеры, что вот мы то, то проводили. Или как Энвер Амарович обещает, что да ничего, мы шлак в море не выбрасываем. Вот верите, он это лично говорил, я вам это видео потом покажу. Он реально на каком-то экологическом форуме в нашем городе, он это сообщил. На следующий день поехали, сняли, все выбрасывают. И знаете, что они сказали, опять же, о менеджеры? Они сказали, мы старый шлак перерабатываем, мы туда-сюда возим. Вот манера их общения в этом. Ребят, сегодня, конечно, не было тех людей, которых мы пригласили, мы понимаем, что не было подготовки. Но тем не менее, у кого была свободная минутка, могли прийти. Именно массовость, массовость заинтересованных людей, заинтересованных в здоровье своих детей, может привлечь общественное внимание не только нашего города, а именно извне. Я вам честно скажу, пока мы в своем городе пытаемся как-то привлечь внимание к экологии, им это выгодно. Потому что ссор из избы не выносится. Мы вот под куполом этого живем, им это выгодно. Все, живите дальше, кричите здесь, ходите. Всего лишь там один, два, три активиста, это же сумасшедший на весь город. Вот сделайте выводы. Стоит в следующий раз собраться больше, тогда смотрите за носом и придите. Сегодня пришло около 10 человек. Их разбавили флопами, тоже митинг. Мы, кстати, как бы не против, да вообще не против, мы фопы должны существовать. Но нельзя так делать, выходить и друг другу мешать, понимаете, создавать такую картинку. Тем не менее, даже фопы, мы с ними объединились, пообщались, но слова не дали никому на городской сессии. Поэтому в конце мне пришлось, конечно, прорываться. Я бы же так делать не буду, не хочу, но противно было слушать, как вот, опять же, рассказки нашего мэра о том, как все у нас хорошо, мы сейчас добьемся, ну, общего. Сейчас будут попытки, давайте подытожим, буду закругляться, не забирать ваше время. Что будет дальше? Сейчас вот, если СМИ покажут, что там было в конце сессии, да, то, допустим, мое имя сейчас смешают с тем, что я купленный казачок, это точно. Один представитель партии, опа, блока, быстренько подошел на фоне, надо клацнуться, что произошло. Да не нужна мне его помощь, понимаете? Нет. Вот вся суть, не в конкретно какой-то политической партии, конкретно в нашем обществе. Если мы позволяем себе вот то поведение, которое с нами происходит, позволяем им выбрасывать, значит, мы этого достойны, скажу вам честно. Значит, мы получаем то, что получаем. И самое страшное в этом, я хочу акцентировать, помните, у вас есть дети, и сделайте вывод. Хотели бы, чтобы они точно так же дышали этим здесь и так же развивались, как мы сейчас. Делайте выводы. Хорошего дня и всего хорошего.